Михаил Михайлович, Василий Михайлович, Андрей Леонидович. Сначала я хочу поблагодарить за возможность выступить с докладом и посвященным табаком поведения на конкретную систему срокового уровня. Так как пациенты, которые были, к сожалению, затем попадают на период инфекционного уровня и онколога, были отходящие христиан из 2013 года снижают. В 2013 году эта цифра была 41%, 22% — 33%. Но тем не менее, за последние пять лет доля курильщиков в России остается медицинами, и на сегодняшний день составляет треть граждан. Если представить типичный ответ цияного курильщика на сегодняшний день, это мужчина с среднего возраста, который пилит пачку сигарет в день, живущих в себе, имеющий не очень хорошее материальное положение. В результате опроса, который проводился в ЦИОМ в середине 2022 года на вопрос, хотели бы вы лично бросить курить или нет, в 2022 году 62% ответили скорее да, не такой большой процент, потому что в 2017 году этот процент составлял почти 80%. На этот же вопрос ответили скорее нет, 31% курильщиков, а в 2017 году их было 19%. То есть мотивация, к сожалению, по отказу от этой вредной привычки не такая большая. Мы понимаем и известно, что курение может стать причиной многих онкологических заболеваний, прежде всего таких как рак легких, полость рта, пищевод, желудок, рак печени, поджелудочной железы и так далее. Тем не менее, было показано, что относительный риск развития большинства вызванных курением новообразований снижается после того, как пациент бросает курить. И наибольшее снижение риска наблюдается в течение приблизительно пяти лет после отказа от курения. Если обратиться к числу впервые в жизни выявленных новообразований в 2021 году, то они составили 580 тысяч. Произошел прирост по сравнению с 2020 годом более чем на 4%. Далее представленные по стадиям впервые выявлены онкологические заболевания. Конечно, всех врачей, онкологов, пульмонологов волнует цифра, когда впервые выявляется четвертая стадия заболевания. И в 2021 году она состояла 20%. Но произошло уменьшение, потому что в 2020 году эта цифра была 23,3%. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тысяч населения в 2021 году показала достаточно низкие цифры. На этом слайде мы позволили себе привести те заболевания, которые, с нашей точки зрения, в первую очередь связаны с курением. И это, конечно же, рак трахеи, бронхов, легких, цифры снижаются. И я думаю, что это вполне можно отнести к успехам в работе онкологической службы. Но тем не менее, если взять пациентов, у которых есть онкозаболевания в анамнезе, то при кросс-секционном исследовании, при опросе 112 курящих участников, только 33% участников заявили о готовности бросить курить в течение ближайших 30 дней. То есть цифры вновь очень невысокие, тем более, когда есть такая уже отягощенная анамнез в виде онкозаболевания. По относительно распространенности ХОБЛ в России, потому что это большой другой пласт болезней, которые также напрямую связаны с табакокурением. По данным авторов, которые приведены в журнале «Ланцет», в 2019 году в России от ХОБЛ страдали почти 4 миллиона человек. По другим источникам распространенность ХОБЛ, этот источник приведен в чести, распространенность ХОБЛ второй стадии выше, по данным глобального исследования БОЛТ, среди лиц старше 40 лет составило 10%, у мужчин чуть больше, почти 12%, у женщин более 8%. В опубликованном 2014 году кросс-секционном популяционном эпидемиологическом исследовании, которое проводилось в 12 регионах России в рамках программы ГАРД, мы тогда все принимали участие в этой программе, и это исследование включало анкетирование и обследование пациентов более чем 7000 человек среднего возраста, 43. Распространенность ХОБЛ среди лиц с респираторными симптомами составила 21%, а в общей популяции 15%. То есть проблема очень высокая. И во всех наших рекомендациях указано, что главным экзогенным фактором развития хронической ассортивной болезни легких естественно является курение. И это вполне понятно, потому что более чем 7000 веществ табачного дыма воздействуют на организм человека, из которых по меньшей мере 250 вредны, которые могут вызывать и хроническую ассортивную болезнь легких, и бронхиолиты, и так далее, и так далее. И как минимум 69 являются канцерогенами. Но канцерогены по понятным причинам могут вызывать онкологические заболевания. Здесь представлены основные компоненты табачного дыма, которые вызывают воспаление. И по всей видимости от этих компонентов зависит в том числе развитие хронической ассортивной болезни легких. Это прежде всего свободные радикалы, которые образуются при горении табака. Они отвечают в будущем за развитие оксидативного стресса. Такое вещество, как акролиин, который также является продуктом неполного сгорания, обладает резким запахом, раздражает слизистые оболочки, является очень сильным лакриматором. Это вещество может провоцировать развитие болезни органов дыхания, которые сопровождаются бронхиальной обструкцией. Никель также относится к группе веществ, которые провоцируют развитие бронхиальной астмы, я думаю, хронической обструктивной болезни легких, те процессы, которые сопровождаются бронхиальной обструкцией, а также ведет к развитию бронхиолита, воспалению самых мелких бронхов. Говоря о лечении хронической обструктивной болезни легких, понятно, что мы к пациенту относимся комплексно, воздействуя на все звенья патогенеза и используя все возможности. Но самым главным, главной ступенью, начальной ступенью, конечно же, является отказ от курения. Без этого, конечно же, с пациентом работать очень тяжело, и эффективность проводимой терапии становится сомнительной. При любом возрасте, когда бы к нам пациент не пришел, который страдает хобл, то ли мы поговорим с ним, приложим максимум усилий и добьемся вместе с пациентом отказа от курения даже в 45 лет, даже в 65 лет. Благодаря этому все равно будет продлена жизнь и будет сохранена, но точнее, не такое быстрое падение будет функции внешнего дыхания. Понимая, что курение табака представляет глобальную угрозу для населения всего мира в целях борьбы с табачной пандемией, в 1996 году 49-я Ассамблея ВОЗ инициировала разработку Международной рамочной конвенции по контролю за табачной продукцией. Российская Федерация тоже присоединилась в 2008 году к этой конвенции. Конвенция определяет общие принципы процедуры и формы сотрудничества государства по сокращению объемов производств и потреблению табака, а также запрету любой рекламы табачной продукции. И буквально в те годы мы сразу увидели, что на пачках появились предупредительные надписи, а также картинки поражения внутренних органов на фоне курения табака. Кроме того, мы должны знать о нормативных документах, в которых прописаны алгоритмы охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Также появился приказ в 2021 году номер 140 о порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по прекращению потребления табака. И, конечно, все это зачитывать не буду, но такая медицинская помощь в плановой форме, она оказывается и в рамках первичной медико-санитарной помощи, и специализированной помощи, в рамках кабинета медицинской помощи по отказу от курения, в стационарных условиях, и врачами самых разных профилей, врачами общей практики, врачами-терапевтами, пульмонологами, кардиологами, а также психиатрами и наркологами. Здесь представлен алгоритм консультирования пациента, с которым мы будем работать в плане отказа от курения. Прежде всего, необходимо определить степень никотиновой зависимости. Для этого используются тесты фагерстрема. Далее, определить мотивацию на отказ от курения. Если пациент мотивирован на отказ от курения, тогда проводится консультирование и при необходимости фармакотерапия. Если же пациент не мотивирован на отказ от курения, проводится также о консультировании и применяются в дальнейшем концепции снижения вреда. Оценка степени мотивации. Мы сейчас говорим о мотивации на отказ от курения. Можно применять вот такую очень простую шкалу. Она очень простая, будет понятно, хочет больной и просит курить, либо нет. Либо можно использовать опросник про Хаска. Если пациент набирает от нуля до трех баллов, то мы понимаем, что у него отсутствует мотивация на отказ от курения. Определение степени никотиновой зависимости можно проводить и нужно проводить с помощью тестов Агерстрема, которые помогают предсказать, насколько успешен будет отказ от курения и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Те пациенты, сумма баллов у которых составляет более 6%, при отказе от курения будут неизбежно сталкиваться с проявлениями синдрома отмены. И таким пациентам нужна будет и фармакотерапия, и консультация психологов. Терапия никотиновой зависимости может включать назначение никотинозаместительной терапии, а также применение антидепрессантов и седативных препаратов. Из никотинсодержащих препаратов мы знаем, ну, пожалуй, два препарата, никоретты в виде жевательной резинки, которая выпускается в дозе 2 мг, и эта доза рекомендуется для пациентов, выкуривающих менее 25 сигарет, и 4 мг никотина. Эта доза рекомендуется для пациентов, которые выкуривают более 25 сигарет в сутки. И второй препарат никоретта в виде ингалятора, который представляет собой манштук со сменными картриджами, которые содержат 10 мг никотина. Максимальная базовая терапия длится не менее 2-3 недель, а затем ее уровень снижается до полной отмены. Но если проанализировать статистику отказа в откурении среди больных Хоббл, которые даже применяли варениклин, Чампикс, когда-то у нас был такой препарат, то при наблюдении за этими пациентами, то есть они лечились с 9 по 52 неделю исследования, доля отказавшихся от курения в группе больных, которые принимали варениклин, была чуть более 18%, то есть достаточно низкая. И в группе плацебо всего лишь 5%. Какова тактика ведения больных при недостаточной мотивации к отказу от табакокурения? Буквально вчера, просматривая еще какие-то материалы, нашла выражение, что отказаться от курения очень легко. Это, мне кажется, Александр Демна сказал. Я сам сто раз отказывался, но все время возвращался. И так нужно все-таки, несмотря на то, что мы понимаем, что мотивации недостаточная, но мы, тем не менее, должны поговорить хотя бы от 1 до 5 минут по отказу от курения, провести консультирование, а потом дать совет по снижению числа выкуриваемых сигарет, либо по переходу на электронные средства нагревания табака. Почему об этом идет речь? Я хотела бы еще раз подчеркнуть, для любого врача, и это вполне логично и понятно, отказ от курения – это золотой стандарт для всех пациентов. Но, к сожалению, все пациенты его способны выполнить. И снижение вреда – это стратегия, которая используется в медицине, в социальной сфере с целью максимального сокращения вреда, которым подвергается человек в результате опасных действий или поведения, и которые невозможно полностью исключить или предотвратить. Научные исследования показали, что с повышением температуры табака повышается уровень образующихся вредных химических веществ. Если проанализировать обычную сигарету, то мы увидим, что температура нагревания табака составляет от 600 до 800 градусов, в обычной сигарете находятся опасные и потенциально опасные вещества, содержатся твердые частицы. В электронной системе нагревания табака концентрация опасных и потенциально опасных веществ снижена на 90-95%, а температура нагревания составляет меньше 350. В одном из исследований было показано, что переключение на электронное средство нагревания табака у пациентов с ХОБЛ в результате трехлетнего наблюдения показало значительное снижение в годовом исчислении обострений ХОБЛ, также были улучшены показатели КАД-теста и шестиминутной пробы. В 2020 году FDA опубликовало решение по заявкам на получение для СНТ, в частности, Айкоса и трех видов табачных стиков, статуса продукта с модифицированным риском. И это соответствовало целям улучшения общественного здоровья. В заключении у меня два слайда. Значит, прежде всего, выводы, которые мне хотелось бы сделать. Значительная часть курящих пациентов, к сожалению, не имеют высокую мотивацию бросить курить, что те требуют длительного подготовительного перевода для повышения мотивации к отказу от табакокурения. Пациентам с низкой мотивацией к отказу от табакокурения необходима помощь врачей первого звена, исключением таких специалистов, как клинические психологи. При продолжении курения больными одними из способов минимизации токсического влияния классических сигарет могут быть СНТ. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что для любого врача, для меня золотым стандартом и цель консультирования пациентов является полный отказ от курения сигарет. И с учетом того, что эта конференция проводится и для пульмонологов, и для хирургов, я позволила себе сделать один слайд для той ситуации, когда к хирургам на плановую операцию приходят пациенты-курильщики. К примеру, мы возьмем такой вариант. Этот пациент, например, не знает, что у него хобл, а может быть, у него нет хобл, но, тем не менее, есть факт курения. С какими проблемами могут столкнуться эти пациенты-курильщики при необходимости оперативного вмешательства? Так или иначе, будет вынужденный отказ от курения. Чем это грозит далее? Развитие мукостаза обязательно, потому что мы знаем, что курильщик, выкуривая первую сигарету, тем самым легче потом откашляет мокроту. И, возможно, развитие бронхиальной обструкции. Чем мы можем помочь? Чем могут хирурги помочь? Прежде всего, с моей точки зрения, целесообразно назначить бронхолитическую терапию. Возможно, это будет комбинация длительно действующих бета-2 агонистов и антихолинергиков, такие препараты, как спиол, таонора, ультибра и так далее. Возможно, перед операцией необходимо назначить не булазерную терапию с комбинированными бронхолитиками, например, такими, как берадуал. Я думаю, что время примерно за 5 суток до оперативного лечения. Также необходимо назначать мокротическую терапию, например, такие препараты, как флуамуцил, эдамари, для примера, а также применить методы физической реабилитации, такие как ходьба по лестнице, самая простая, велотренажер. А интенсивность и продолжительность зависят от возможностей, физических возможностей больного. Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы... Спасибо. Спасибо.